Здравствуйте! Вы смотрите программу «Круглый стол». Меня зовут Татьяна Молокова. К сожалению, темы для наших бесед подсказывает сама жизнь. Только за 4 дня, с 25 июня по 29 июня, утонули 9 человек. Из них трое детей. О причинах таких происшествий, о статистике мы будем сегодня говорить у нас в студии эксперты. Герман Майков, начальник отдела безопасности на водных объектах, Главного управления МЧС по Чувашии. Здравствуйте! Николай Петров, замначальника Главного управления МЧС по Чувашии по надзорной деятельности. Здравствуйте! Светлана Кожевникова, главный врач городской детской больницы номер 1. Здравствуйте! Внимин Петров, руководитель Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Чувашской республики. Здравствуйте, Внимин Иванович! Здравствуйте! И Сергей Суботкин, заместитель начальника отдела ГИБДД Управления Министерства внутренних дел по городу Чебоксары. Здравствуйте, Сергей Владимирович! Здравствуйте! Внимин Иванович, за 4 дня 9 человек утонули в нашей республике. Расскажите про эти случаи. Где, что и как произошло? Прежде всего, мне бы хотелось, конечно, сказать, что, несмотря на то, что вопросом комплексной безопасности, безопасной жизнедеятельности населения Чувашской республики находится под пристальным вниманием исполняющей обязанности главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева, правительства республики нашей, ну и всех субъектов профилактики, Но, тем не менее, из года в год число погибших от происшествий, от несчастных случаев остается на высоком уровне. Короткая статистика. В прошлом году мы потеряли более 400 человек от всевозможных происшествий, в том числе более 40 детей. А вы сказали сейчас, вот именно происшествие на воде, конкретно аномальная жара конца мая месяца и практически второй половины июня, вот и дали эти всплески несчастных случаев на воде, в том числе детей. И здесь, конечно, печально, когда у нас в Янтиковском районе сразу двое маленьких девочек, 5 и 9 лет утонули, потом следом здесь на Чебоксарском пляже, когда пляж оборудованный, спасатели, все есть, но, тем не менее, мать не присмотрела, отвлеклась от своих детей, и в итоге это печальный случай. И поэтому во всем, если так, повинны мы взрослые. То есть вы во всем вините взрослых? Ну, на воде, да. Герман Геннадьевич, ну вот почему так получилось, что в Чебоксарах на оборудованном пляже погибает ребенок? Ну, в настоящий момент у нас в городе Чебоксары пляжи допущены к эксплуатации уже в первых числах июня. Народ вовсю отдыхает, и тем более вот последние недели, она такая аномальная жара, можно сказать, явно температура завышенная была, температура воздуха. Народ весь, еще с 7 утра уже находился на пляже около водоемов. Да, на Васильский пляж так получилось, что девочка утонула. Даже разговаривая с персоналом пляжей, вот в эти дни они были очень и очень загружены. Ни минуты покоя, ни минуты посидеть, отдохнуть. Все внимание на отдыхающих, тем более на детей. Для детей у нас на пляжах специальные есть детские купели, огороженные. Но по данному случаю, конечно же, во-первых, это надо сразу отметить недосмотр матери, отсутствие родительского контроля, однозначно. На данном пляже тоже есть детская купель. Дети отдыхали вне этой купели. Еще Владимир Иванович сказал, что основная причина в нас самих, во взрослых. Даже взрослые отдыхающие рядом могли бы подсказать детей направить на детскую купель. Ну, может быть, тогда стоят вот такие экстремально жаркие дни, когда мы действительно знаем, что люди пойдут на пляж, люди пойдут к воде. Может, стоит увеличить количество спасателей? Может, как-то там наряды постоянно курсируют вдоль пляжа? Как-то должно быть. В эти дни инспекторский состав государственной инспекции по маломерным судам. Вот отдыхающие, наверное, замечали. Вся Чебоксарская набережная, все пляжи были под пристальным контролем патрульных судов, патрульных экипажей. Вот в эти дни конкретно четыре случая было, когда инспекторский состав ГЕМС уже на середине Волги подбирали по звонку очевидцев, которые... Смельчаков. Смельчаков, да. Но эти смельчаки, которым море оказалось по колену после некоторого количества алкоголя, принятого вовнутрь. Понимаете, вот очевидцы позвонили, инспектора службы спасения вовремя среагировали. Вот тот случай с детьми, с ребенком, и Янтиковский район, двое детей. Ну, понимаете, вот везде взрослые рядом были. Они видели, что там дети, две девочки на пруду, на водоеме бесконтрольно, без взрослых купаются. Здесь девочка с мальчиком, брат с сестрой, опять-таки, вне зоны детской купели находились. Вот, могли подсказать матросам-спасателям, персоналам. А там в Янтиковском районе оборудованный был пляж? Нет, к сожалению. Если к Чебоксарам у нас такое пристальное внимание, действительно, мы там пляжи везде делаем, оборудовываем Левобережный пляж, там администрация города обустроила так, что там приятно отдыхать. Здесь на правом берегу вроде более-менее, там купели, вот вы говорите, детские. А по республике у нас какая ситуация с оборудованными местами? По республике у нас в настоящий момент в районах муниципальных образованиях имеется 15 оборудованных мест для купания. Это вот из всех районах? Нет. Пляжи – это пляжи, где имеется персонал, матросы-спасатели, медицинские работники, все осыпано, все огорожено, все как положено сделано. То есть у нас 21 муниципальный район и 15 оборудованных в районах, на территориях. Это плотины, пруды, озера, где традиционно народ ходит купаться. Отдыхается, да. На территории Чувашской республики, я вам скажу, более 3,5 тысяч речек, озер, прудов, гидротехнических сооружений. Но не во всех этих водоемах народ купается. Вот вы представляете, население после трудовых будней, вот сейчас пора сенокоса прошла, жаркая погода, вечерние работы как бы закончились, надо сходить ополоснуться. Ну да, хочется скупаться, конечно. Да. Народ в большинстве своем, конечно же, идет в те места, где уже проверено, где что-то оборудовано, где безопасно купаться. И в этом месте народ собирается. И те товарищи, граждане, которые у нас погибли, у нас в республике погибло 19 из 24 при купании в нетрезвом состоянии в необорудованных местах. 19 из 24 погибло в необорудованных местах в нетрезвом состоянии. А почему они не оборудованы? У нас органы местной власти, муниципальные власти недорабатывают местные, как их называют, старосты или главы администрации? Или люди просто приходят туда, куда им захотелось? В начале летнего купального периода, в период подготовки, Кабинет министров Чувашской республики своим постановлением вместе с Госкомитетом по чрезвычайным ситуациям готовят и направляют в органы местного самоуправления указания о необходимости провести те или иные мероприятия по подготовке к летнему купальному периоду. Одним из пунктов там стоит оборудование мест массового купания населения на воде. Минимально, что там должно быть, это проверить дно водоема, поставить информационный стенд, солнцезащитный грибок со спасательным кругом или со средствами другими спасения, чтобы народ близлежащих деревень, поселений знал, что в этом месте возможно безопасно купаться, провести свое время около водоема. Не все те водоемы, водные объекты, которые 3,5 тысячи я назвал в Чувашской республике, невозможно таким образом оборудовать. И поэтому работа местных органов местного самоуправления должна быть направлена на то, чтобы хотя бы в одном сельском поселении для нескольких деревень оборудовать такое. Ну вот люди все равно знают, где купаются. Наверное, люди, которые работают в этом селе, в этой деревне, они же знают, где все купаются. Можно же поработать на этот участок, сказать, ребят, вот здесь безопасно, здесь купайтесь. И потом, ну действительно, у нас речки, конечно, много, 3,5 тысяч, но они, наверное, не такие глубокие. Мне кажется, там все-таки действительно купались там, где нельзя. Ну, сделайте там, где можно. Ну, хотелось бы вот дополнить то, что к этому 15 у нас оборудованных конкретных мест, и плюс еще 52 места, те, которые можно купаться, ну, обследование и допущено. Но в то же время мы идем купаться именно не в те места, уединяемся, а где абсолютно никого нет. Вот то, что напомнили, 19 утонули в нетрезвом состоянии, они купались абсолютно вне зоны, вот… В неизвестном месте. В неизвестном месте, да. Никто не обследовал, никто не контролировал. И уединялись, кто-то там коллективно выходил, кто-то, 2-3 человека. И все же адекватные, здоровые, нормальные люди, которым от 21 года до 65 лет. То есть везде пресловутый человеческий фактор, к сожалению. То есть там было какое-то дно, да, может быть, опасное. Опасно мирнули, опасна воронка, может, какая-то там, не знаю. Вот из взрослых, которые погибли, статистика говорит, случай, анализ, что 8 человек в жаркую погоду, вот пришли на водоем искупаться, готов, нырнул и не вынырнул. Это вот медицина, наверное, нам подскажет, что так нельзя делать. Это сразу судорога, спазм дыхательных путей, и человек уже из воды не выходит, какой бы он здоровый ни был, трезвый, нетрезвый. Элементарная мера безопасности при купании – это зайдите по колено в воду, охлонитесь немножко, сполоснитесь, приведите температурный режим своего тела в соотношение с температурой воды. И потом безопасно можно купаться, нырять сколько угодно. Сейчас, допустим, мысль такая в голову пришла. Люди были не одни, да, вот, увы, нырнул, не вынырнул, все-таки кто-то с ним присутствовал. А у нас насколько поставлена, скажем так, хорошо работает профилактика обучения людям, элементарным нормам первой помощи, вот, там, в тех же самых школах, в тех же самых там, в клубах проводить обучение какое-то. Вот ваш сосед нырнул, не вынырнул, что нужно сделать? Вот, у нас не работает, нет такого? Профилактика какая-то есть? Обучение, я не знаю. Я понял, вот. Инспекторский состав вместе с должностными лицами органов местного самоуправления, преподавательский состав, ВОСВОД, РОСУСПАС. Вот, я вам могу привести цифры, более 24 тысяч школьников за этот год, только зимний период, на профзанятиях, по профилактике занятиях, были охвачены по правилам поведения на воде, ну, по сезону в зимний период, в весенний поводкоопасный период, и тем более в летний период. В настоящий момент работы по профилактике направлено, где дети больше находятся. Это детские оздоровительные лагеря, пришкольные лагеря. Инспектора находятся или на воде, в дни отдыха населения, чтобы там больше контролировать ситуацию. В будние дни инспекторский состав на занятиях с детьми. То есть работа эта ведется. Потом по правилам оказания первой помощи, дворочебной. Вот тут мы уже говорили про оборудованные места для окупания населения. Там информационные стенды висят. Правила оказания первой помощи. Не знаю, у нас в школах были даже, как-то, не знаю, тренинги, сейчас по-модному называется. Нас собирали в актовом зале, в спортзале, показывали, как сделать искусственное дыхание, если там человек, допустим, какое-то время провел в воде. Как его правильно положить, чтобы как голова лежала, чтобы можно было воду. Первичные навыки. Какие-то есть, я до сих пор помню, у меня где-то на подкорке. Вот сейчас такие проходят занятия? Ну, я думаю, что это по программе ОБЖ. Она однозначно проходит. И медицина участвует, не только преподаватели. И плюс те занятия, которые наши инспектора проводят, они, именно что, практические занятия проводятся. Все показывается именно на манекенах или вживую, в детских садах или в младших классах проводятся. Это как игровые моменты такие, чтобы было интересно детям и все запоминалось хорошо. Ну, вот еще один, еще, как назвать, печальная статистика этого лета. Это дети падают из окон. Тут, наверное, опять же вина взрослых в какой-то степени, которые, опять же, не досмотрели, не обратили внимания. Как у нас с этим обстоят дела? Ну, прежде всего, я хочу обратить внимание вообще на то, как обстоит. Я тут единственный представитель здравоохранения, и все равно от меня ждут какой-то такой информации. Если мы сравним, значит, несмотря на то, что у нас младенческая смертность достаточно на 30, на 40 процентов ниже по Поволжскому федеральному округу, по Российской Федерации, но если мы возьмем как причину смерти внешние причины, то есть то, для чего мы сегодня собрались, то здесь наша республика выглядит не очень хорошо. Смертность среди детей от внешних причин выше в 3,5 раза аналогичных показателей по России вот за 14-й год по статистике. И поэтому с этого года вот на это ведется очень особенное внимание. Раз в две недели проводятся видеоселекторные совещания. То есть в каждый случай смертности он разбирается, мониторируется очень хорошо. И что мы получили, в общем-то, в этом году? Несмотря на хорошую статистику по младенческой смертности, у нас внешние причины сохраняются. Они занимают, например, 37,5% от всех причин смерти у детей. Это много. Потому что внешние причины – это зачастую причины и предотвратимые. Понятно, что есть непредотвратимые – это дорожно-транспортные происшествия, иногда и утопления бывают непредотвратимые, но очень большой процент здесь может быть под контролем взрослых и всех наших служб с участием всех вместе. То есть взрослые невнимательны ни к себе, ни к детям, поэтому у нас встречаются такие... Вот. И если мы все внешние причины посмотрим, то очень хочется обратить внимание на то, что в этом году, именно в 2015 году, несмотря что общая численность у нас вроде бы меньше, но растет смертность от детей в дорожно-транспортных происшествиях, если в прошлом году это было 5 детей, в этом году уже 7 детей, увеличилось, вот мы сегодня говорили, удопление, то есть 2 ребенка в прошлом году и 4 мы имеем за аналогичный период этого года, ну и падение из окна. На сегодняшний день с смертельным исходом у нас закончилось одно падение из окна, и ситуация... Да, это все дети маленькие, это дети до трехлетнего возраста. И вот ситуация, которая произошла в городе Чебоксары, она, в общем-то, очень такая... Жалкая в каком смысле. Родители папы с мамой ушли и оставили ребенка с дядей. И вот такая ситуация у нас периодически, ежемесячно повторяется. Иногда это дядя бывает 15 лет, иногда дядя бывает и 30, и 60, и дедушки, и бабушки. Поэтому хочется обратить внимание родителей на то, если мы оставляем своих детей под чье-то другое наблюдение, человек, с которым мы оставляем маленьких детей, обязательно должен быть проинформирован, он должен быть обучен, он должен понимать, он должен быть адекватен, он должен уметь осуществлять нормальный уход за ребенком. Вот посмотрите, получается интересная вещь. Умирают, падают из окошек дети до трех лет. Ну, вот один случай у нас был там постарше. Этот возраст дети сидят дома вместе с мамой. И мама находится в законном оплачиваемом отпуске по уходу за детьми. И вся ее работа – это уход за детьми. Но, к сожалению, жизнь, она такая тяжелая, и мамам приходится чем угодно заниматься. И, к счастью, все остальные дети, которые у нас упали из окошек, выпадения с высоты были, а это в среднем, ну, 3-5 случаев в неделю, это вот такая статистика, они остаются живыми. Поскольку детский организм, ну, настолько хорошо устроен, что там, ну, не так хорошо ломаются косточки, и это здорово, да. А возможности организма хороши. Иногда ребенок, вот у нас была ситуация абсолютно такая, в общем-то, непонятная, когда мама стирала, она находилась в ванной, стирала. Ребенок самостоятельно залез на окошко, год и 8, выпал из окошка, полетел, полежал на деревьях, упал с деревьев. Ребенок был подобран соседом, из соседнего подъезда мужчиной, который попытался оказать ему первую помощь, вызвал скорую помощь, ребенка уже увезли в больницу, а мама продолжала стирать. И, закончив стирать, она выглянула, не нашла ребенка и начала искать. И когда посмотрела, уже там где-то через соседей и так далее, и поехала в больницу. То есть это действительно не поддается какому-то разумному объяснению. То есть здесь мотивация родителей на сохранность здоровья детей, она тоже должна быть. От медицины это 15%. Не все еще как-то верят в то, что может что-то случиться. Все думают, что все будет хорошо. И как-то... Не со мной, не с моим ребенком. Да. Ну, конечно, хотелось бы воспользоваться этой ситуацией, обратиться к родителям. Ну, это элементарные правила, которые никто никогда не отменял. Тем более сейчас есть способы, как можно это предотвратить. Те же самые пластиковые окна. Конечно, конечно. Ну, и если мы выходим за пределы дома, то золотое правило не отпускать детей. Если мы их отпускаем, то надо держать на расстоянии вытянутой руки, то есть, чтобы можно было сделать шаг, дотянуться, поймать ребенка. Ну, и абсолютно необъяснимые ситуации это утопление детей, когда абсолютно без присмотра на водоем. То есть, это же вот дети, которые у нас погибли на водоемах, это возраст 4, 5, 8, 10 лет. Вот такой вот возраст. В основном это девочки. Понятно, что они не умели хорошо плавать. Понятно, что в деревне, может быть, нет бассейна. Они не владели такими навыками. Городские дети больше имеют возможность сейчас. Некоторые вот на прошлой неделе состоялось очень большое совещание в Новочебоксарске. И вот мэр города высказал, как одно из главных пожеланий на следующий год, что все дети города Новочебоксарска будут обучены плаванию в их бассейне. То есть, 100% школьники будут учиться. Наверное, вернее, в сельской местности родители не так пристально все-таки следят за детьми. Город, наверное, более опекаем. Девочки пошли за ягодами и решили по дороге искупаться. И с ними еще был третий мальчик, который вот увидел, побежал в деревню и предупредил. Вот так оно поздно уже случилось. Но, к сожалению, да, не всегда медицина нам может помочь. И если медицина справляется с младенцем, с младенческой смертностью, как вы говорите, то с несчастными случаями, конечно, здесь только можно констатировать. На сегодняшний день все дети, если такая ситуация произошла, какие-то травмы и так далее, они у нас экстренно не остаются на районном уровне. Они все у нас везутся по маршрутизации в Республиканскую детскую клиническую больницу, где есть травматологическое отделение, где есть реанимация, где есть нейрохирургия. То есть, чтобы своевременная, быстрая и скорая помощь тоже очень хорошо эту маршрутизацию выполнять. Здесь у нас нарушений практически нет. То есть, детей очень быстро доставляют. Самое главное – вовремя вызвать. И не трогать ребенка, в общем-то, не повредить. Но мне бы еще хотелось обратить внимание вот на что. У нас к внешним причинам относятся еще и такие причины, как удушение, механическое удушение. У нас очень большая проблема была в прошлом году. У нас было 10 случаев, когда мамы присыпали ребенка, грудью ложились на него, подушка и так далее. В этом году случаев у нас два. То есть, вот эта работа, которая усиленно началась вести органами социальной опеки, органами здравоохранения, участковым педиатром, медицинскими сестрами, патронажами. То есть, она должна продолжаться на том же уровне. И также, в общем-то, бдительность наших родителей надо поддерживать. Ну и еще одна причина, которая у нас сегодня, наверное, она меньше будет обсуждаться – это отравление у детей. Вы знаете, у нас есть токсикологическая специальная служба детская. Все дети доставляются в городскую детскую больницу номер 3. При необходимости и хирургическое отделение подключается реанимационно-республиканской детской больнице. Но отравлений очень много. А официально, конечно, в основном это дети остаются живыми. Все хорошо, в общем-то, выходят из этого состояния. Но вот приведу пример. На сегодняшней неделе у нас 3 ребенка находятся в одной из больниц города с отравлением, семейный случай отравления таблетками фенозепама. 2-3 годика. Вот возраст детей. Дети не ходят в магазин, в аптеку, не покупают эти лекарства. Это опять оставленные, как витаминки, на вся семья, все трое детей. Дальше. Отравление крысиным ядом. И вот такие случаи, они различными ядами. Это мы сами, родители, оставляем доступно внизу, в ванных, в туалетах, в помещениях, в деревнях. Тех местах, где ребенок может доползти, взять, увидеть красивую бутылочку, выпить, попробовать. У нас пьют марганцовку до сегодняшнего дня, тоже где-то ее находят и сухую, и такую, да, как бы там, куда бы, в каким средствам эта марганцовка не относилась. У нас пьют жидкость для промывания форсунок. Вот сейчас ребенок тоже находится в одном из учреждений города. То есть это полностью наша проблема родителей. И бдительность, конечно, должна быть высокая. И ответственность никто не снимал. И статистика, она такова, что имеется прямая зависимость, прямая пропорциональность случаев смерти у детей от правильно организованной работы с родителями, от их бдительности и от работы всех служб, которые здесь собрались. И не только по лучшим семьям, наверное. Ну, на сегодняшний день работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, поставлена очень серьезно. Еженедельно ведется, вот по пятницам у нас проводится видеоселекторное совещание, где подключаются абсолютно все медицинские организации, социальные службы, органы опеки. И в режиме, вот как говорится, онлайн идет обмен информацией. Каждый регион, каждый район отчитывается. Дети, естественно, они у нас на счету. Но хочется обратить внимание, что не всегда здесь большую роль могут сыграть медицинские работники. Ролью социальных служб является уже оказание социальной реабилитации в этих семьях. Здесь очень большое значение передается органам опеки и комиссии по делам несовершеннолетних. Мы работаем вместе и с отделом полиции территориальными. И зачастую приходится изымать детей в больницу из-за того, что в праздничные дни родители не в состоянии ухаживать. Возникают эти социально опасные ситуации. И, конечно, эти семьи на особым счету, потому что это самая главная группа риска по тем же внешним причинам, о чем мы сегодня разговариваем. Мы продолжаем нашу беседу. Мы говорили сейчас о безопасности на воде. Мы говорили о том, какие несчастные случаи случаются с детьми в городе. Но наши дети порой попадают в дорожно-транспортные происшествия. Сергей Владимирович, расскажите про те случаи, про статистику, как у нас обстоят дела с ДТП, с авариями, в которых бывают участниками дети. Да. Несмотря на то, что предпринимаемые госавтоинспекцией и другими субъектами профилактики дорожно-транспортных происшествий, детского дорожного транспорта, роботизма, меры дают определенный результат, на сегодняшний момент можно сказать, что в течение последних трех, даже четырех лет наблюдается устойчивая тенденция к сокращению числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей, подростков. Тем не менее, цифры довольно-таки высокие. Так, за первое полугодие этого года у нас в дорожно-транспортных происшествиях 102 ребенка получили ранения различной степени тяжести, и 4 ребенка погибло. Это дети, которые в ДТП вместе со всеми, или это дети, которые отдельно переходили дорогу? Нет, это общее количество. В данной ситуации дети как находились внутри транспортного средства, так и снаружи. Как показывает практика, в последнее время все-таки применение детских удерживающихся устройств у нас число таких фактов увеличилось. Вся здесь тем, именно смертность внутри в салоне транспортного средства детская у нас как бы уменьшилась. Да, и в основном дети погибают именно, когда они находятся вне транспортного средства, когда совершаются наезды на пешеходов, или когда дети у нас являются велосипедистами. В этих ситуациях, когда идет непосредственный контакт между транспортным средством и ребенком, тут, понятно, выжить у ребенка шансов гораздо меньше, чем в тех случаях, когда он находится внутри транспортного средства. Но в данной ситуации как бы вина ложится и на ребенка, и на родителей, и на водителей. Если провести такую дифференциацию, то где-то 25% дорожно-транспортных происшествий с участием детей происходит именно по вине самих детей, и 75% это по вине водителей транспортных средств. Тут необходимо отметить, что и даже вот в тех 25% случаях, когда дорожно-транспортные происшествия произошли по вине несовершеннолетних. То есть, когда дети выбегают на дорогу, переходят дорогу в неположенном месте. Да, ну, нарушают право дорожного движения при управлении велосипедами. В этих случаях вот эти 25% можно было всех как бы избежать, можно было все предупредить, если бы, как тут уже неоднократно говорилось, родители или непосредственно взрослые, которые находятся в этот момент с детьми, предприняли хоть какие-то элементарные меры безопасности, безопасного поведения на дороге. Самый громкий из последних примеров – это наезд не пешехода, девочку восьмилетнюю, которая в городе Чебоксаро на Южном районе произошел. Тоже ситуация как бы, не скажу, что элементарная, но типовая и обычная. Два ребенка идут, направляются по обычному маршруту, по которому ходят неоднократно уже в библиотеку, из школы, из дома. То есть, не первый раз переходят дорогу в этом месте, знают прекрасно условия, которые там возникают, но все равно выбегают непосредственно перед близкоидущим транспортным средством. Никого из взрослых рядом в этот момент нет. То есть, дети, восьмилетняя девочка предоставлена сама семье. Мы будем так получать. В данной ситуации и сотрудники госавтоинспекции, и представители подразделения по делам несовершеннолетних в данной школе, и даже в этом классе проводили мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетними, профилактике детского дорожного трансформатизма. То есть, все это доводилось. Но понятно, что когда один раз в год, если сотрудник придет и каждый день говорит родитель, а еще лучше, если родитель находится рядом и своим примером все это показывает, все это лучше отражается. В данной ситуации были предприняты уже после дорожно-транспортного происшествия меры по улучшению уровня инфраструктурного обеспечения этого участка уличной дорожной сети. Но на сегодняшний момент тоже тяжело предугадать, где произойдет следующее дорожно-транспортное происшествие. Мы, получается, бьем по хвостам, предпринимаем меры уже после того, как это все произошло. И большие деньги в это вкладываются. И было межведомственное заседание комиссии проведено сразу же, тут же, буквально на следующий день, с выездом на место. Посмотрели, что можно предпринять, чтобы не допустить на этом участке уличной дорожной сети в дальнейшем подобных происшествий. И на комиссии по безопасности дорожного движения городской вопрос был рассмотрен и принято решение о том, что необходимо сделать, как изменить. И будет все это произведено в течение ближайших буквально месяцев. Деньги на это будут выделены. Но еще раз говорю, это уже после того, как ребенка нам уже никто не вернет. Ну вообще, беседуя сегодня, поднимая эту тему, у меня как-то мысль в голове, по-моему, все яснее начинает проявляться. Потому что нам нужно не только детей учить в школах, нам, по-моему, пора за парту сажать каждого взрослого, кто ответственен за ребенка. За ребенка ответственен родитель на водном объекте, за ребенка ответственен родитель дома или рядом. За ребенка ответственны не только родители, но и водители на дорогах. Может быть, нам уже начать взрослых сажать за парту и их начинать учить. Может быть, у нас как-то с огнем более спокойно обстоят? Да. К сожалению, с огнем у нас ежегодно. За последние 5 лет мы имеем гибель детей, 5 человек ежегодно. Единственное исключение – 13-й год, когда погиб всего один ребенок. В этом году у нас уже погибло трое детей. Это случайность или это какая-то работа полномерная? Погибель или по работе? Погибель – это, конечно, случайность. Это халатность родителей. Значит, оставляют детей в спичке. Дети очень любят поджигать занавески. Очень любят поджигать занавески. Дети любят поджигать бумаги в центре комнаты, особенно когда деревенский пол деревянный. Дети очень любят разжигать. И, к сожалению, вот эта халатность родителей, оставлять им спички, зажигалки, электропетровые приборы, включенные, открытое пламени, допустим, это все сказывается ежегодно, мы имеем 5 детей погибших. Вот в чем обучение детей? В том, что на уровне, начиная с первого класса школы, они занимаются предметами БЖ. Да, там все обучение и по плаванию, и по противопожарным запасам, и по правилам дорожного движения все обучается. К сожалению, в садиках вот эта программа сейчас упущена. Именно обучение детей в садике законам не предусмотрено. Раньше, до 2010 года, было обязательно порядок. То есть мы детей в садиках обучаем всему, кроме безопасности? Кроме безопасности. То есть это не обязательно порядок стал. Раньше, к сожалению, к счастью, это был обязательно порядок. На сегодняшний момент государство ослабило в этом деле контрольные функции, может быть, или образовательные функции. Не могу сказать, что это все виноваты, видимо. Тут не только Минобразование, тут все службы, которые работают в правительстве, Российской Федерации, потому что с своей стороны, со стороны органов местного управления, мы обучаем детей в тех же самых лагерях, школьных, предшкольных, загородных. Мы два раза в год ходим вместе с инспенцией, по-моему, сюда. Занимаемся обучением детей в мае и сентябре, когда проводим месячники в школах. То есть там все классы охватываются каким-то конкурсом, ну, и ГИБДД этим занимается. Устраиваем конкурсы, устраиваем какие-то экскурсии в наши музеи. То есть у нас есть свой музей в Чапа Старых, есть его пять филиалов в республике. Посещают ежегодно порядка 70-80 тысяч детей, не считая взрослых. То есть работа проводится, выпускаются листовки для детей, для взрослых, выпускаются листовки по работе с петардами. Но, может быть, благодаря тому, что мы проводим работу по петардам и сами с полицей ограничиваем продажу свободную, за последние три года мы не имеем в случае возгорания от несостояния запуска петард. Глава местного управления обозначает места для запуска петарда. Это тоже сказывается, что не везде можно запускать фейерверки. К сожалению, но гибель детей, вот уже на сегодняшний момент, мы имеем три погибших ребенка. При пожаре. При пожаре, да, это при пожаре. Это двое у нас было в Ядровском районе. Это в феврале было, 23 февраля, когда праздник был. И другой пожар у нас был в 17 апреля. Это у нас был АллатРский район, город АллатРа, к сожалению. И вот причина в Ядровском районе, это как раз то же самое, что неосторожных детей с огнем. Мы не можем остановить, что они поджигали бумагу, поджигали занавес, потому что все сгорело в доме. Но с ними была их бабушка, которая тоже погибла. Родители были, к сожалению, бросили своих детей на печенье бабушки и ушли в соседний дом что-то там отмечать. Ну, может, праздник какой-то. Забыли о своих детях практически там на полсуток. Потом, когда случился пожар, когда погибли, еще и родители искали в соседних домах. То есть они были в таком слишком тяжелом, перебитом состоянии. К сожалению, вот у большинства погибших детей родители ведут, к сожалению, неглуполучный образ жизни. Это факт. Ну, вообще, конечно, ужасная статистика, ужасные случаи, ужасная информация. И действительно, везде, ну, действительно, виноваты везде взрослые. И, наверное, пора уже взрослым, которые ответственны за своих детей, как-то промывать мозги, наверное. Когда гибнет один человек, гибнет взрослый человек. Мужчина или женщина, такой в расцвете сил, это действительно страшно. А когда гибнут дети, это страшнее, наверное, несколько раз. Даже не хочется никаких выводов из этого делать. Наверное, действительно, стоит как-то всем задуматься. Надо задуматься, что мы делаем, как мы живем, как мы относимся к нашим детям, как наши водители ведут себя на дорогах, как наши родители ведут себя с детьми дома и на воде. И действительно, подумать над тем, сколько всего неприятного мы могли бы предотвратить, если бы были более внимательны. Тут, понимаете, еще про родителей, родительское слово, родительский контроль, воспитание родительское. Я считаю, что немаловажен тот момент, что рядом находящиеся взрослые. Вот равнодушие взрослых рядом находящихся. Понимаете, вот нередки случаи, когда очевидец, человек, вместо того, чтобы предпринять первые действия по оказанию помощи, он берет сотовый телефон и начинает видеосъемку данного происшествия. Вот беда. Ну, еще хочется добавить, ребенок – это настолько чистый, хороший детский организм, он впитывает все. Мы стараемся, мы ведем, ну, ведется большая профилактическая работа. Вот сейчас в садиках еще усилить опять, да, лагерях, дети очень довольны, в школах все. Но не забывайте о том, что ребенок берет пример со взрослого. И он полностью все считывает. Если мы идем сами на красный свет, если мы сами приходим и купаемся там, где не пляж, если мы сами раскрываем, да, окошки, сами их раскрываем, бросаем все везде, оставляем, ребенок все делает, как мама и как папа. И если мама, папа курят, и ребенок, как говорится, относится к этому спокойно. Поэтому абсолютно вот то, о чем мы говорим, ответственность взрослых, она должна быть. Родственников, чужих, посторонних, но взрослый человек, он должен нести ответственность за все, что происходит. Он пример. И мы получаем то, что получаем практически. А как показывает практика при выступлении в школах, в садиках, да, когда спрашиваешь у ребенка, как надо переходить в проезжую часть, что нельзя делать на проезжей части, какие меры безопасности надо соблюдать, например, даже при тех же самонахождении на пляжах, да, дети это все прекрасно знают. Дети прекрасно знают, просто у них не развита, например, как бы институт ответственности, да, они не понимают, они знают, что вот это можно, это нельзя, но не знают, что может быть за то, что ты сделаешь то, что нельзя. И когда они видят, например, что вот так вот делать нельзя, но взрослые рядом, которые все это делают, делают, они, значит, тоже у них получается аналогия такая, что вроде бы нельзя, но когда хочется, очень можно. Как это вот так вот, да. Да, да, да. И поэтому такое пренебрежительное отношение идет к этому. Размыты границ. Да. Наша безопасность в наших руках. Поэтому давайте быть ответственными за все. Не только наша безопасность, наша безопасность нас и наших детей. Все правильно. Да. Спасибо большое, что приняли участие сегодня в нашей беседе. Действительно, наша безопасность и безопасность наших детей в наших руках. А вам, уважаемые телезрители, спасибо, что были сегодня с нами. Берегите себя, берегите своих детей и будьте здоровы. Спасибо.